Партнер турнира, компания Western Digital, представляет накопитель для настольных компьютеров WD Kever Black. Максимальная скорость для сложных учислительных задач. Курай 5 с технологией Turbo Boost. Партнер турнира, компания Western Digital. Итак, всем привет. С вами Zero Gravity. Мы начинаем прямую трансляцию с матча. Фазматис против команды... Фазматис, литовская команда, вернее, РСС против команды Spray&Pray. Так, значит, всех, кому интересуют вопросы, можно общаться на канале Kiberena.tv. Либо задавать вопросы на сайте navi-gaming.com. Так, у меня небольшая потеря управления. Я сейчас уже за Таффиным компом. Мне очень тяжело пока что разобраться, что здесь к чему. Мы делаем reconnect. Итак, итак, парни. В принципе, я считаю, что, конечно, тут матч однозначно будет на стороне украинской команды. Так как команда Spray&Pray в последнее время показывает весьма легкие результаты. Так, подождите минуточку, у нас тут небольшие технические затруднения. Так, вот вы меня все здесь видите. Сейчас я немножко подстроюсь, настроюсь. Всем привет. Сейчас мы разберемся с Counter-Strike, потому что комп Таффи это просто дно дна. Я не могу понять, что здесь в принципе происходит вообще. Поэтому сейчас мы будем этот вопрос быстро решать. Итак, что я вам могу сказать? Первое. Я получил много вопросов на сайте navi-gaming.com. Касательно того, как там navi, как тренируются, почему такие матчи, почему такая игра невыразительная в последнее время. Отмазки искать как бы не хочу, но в первую очередь вы должны понимать, что двухмесячный отдых от Counter-Strike как таковой, потому что после Нового года и до конца практически января у нас был всего лишь один чемпионат. Он дал о себе знать. Подошли мы к нему очень, скажем так, с предвзятым мнением, за что мы поплатились в принципе. Но я думаю, что это, конечно, ситуация до Extreme Masters, до финала она полностью исправится. И мы уже будем полностью владеть, как бы, ну, то есть восстановим былую форму, чтобы у нас не было никаких проблем. Касательно тренировочного процесса. Мы уже 4 дня на лане. Это сегодня пятый. Еще будем 6 дней. Итого будет 11. Я думаю, что, как бы, сможем набрать оптимальную форму. И вы это сможете увидеть на самом чемпионате. Так. Теперь я уже зашел на сервер. Сейчас хочу немножко... Хочу немножко понять, что происходит. Секундочку. Простите за небольшие трудности. Так. Так, так. Сейчас, сейчас, сейчас. У нас сейчас тут, понимаете, просто... Все невозможное возможно. Потому что с первого раза, конечно, понять, что происходит. Так. Мы почти готовы. Почти готовы, в принципе. Итак, теперь, пока у нас тут все настраивается и перестраивается. Касательно старка в два состава нашего. Хотим анонсировать скоро, но хотим сделать небольшой сюрприз. Нам приходится ждать. Ждать, как можно, скажем так, хорошего момента. Вот. Но у нас это все на короткой ноге, скажем так. Ковры Na'Vi. Слышал вопрос. Ковры Na'Vi будут в апреле. Уже все готовы. Презентация будет в апреле на дне Na'Vi. По поводу нашего морального духа. Тут, смотрю, есть комментарии. Ну, конечно, как бы, немножко мы, как бы, были ошеломлены, скажем так, европейскими финалами Extreme Masters. И это, ну, для нас, как бы, он нас не сломал, но, по крайней мере, дал, как обычно, как обычно, дал нам по заднице. Слегка. Ну, я думаю, что все-таки, как бы, мы собираемся с мыслями, мы провели, как бы, серьезную беседу с парнями в один день. Мы потратили пару часов полностью, чтобы понять, что происходит, что к чему вообще. И я думаю, что это пойдет на пользу однозначно. Итак, команда Reset с Литвы начинает за террористов, как мы видим. Сейчас, я думаю, будет... Блин, они хотят, может, начинать, потому что все-таки за кого захочешь, за того и хочешь начинать. Отдай комп ТАФИ. Я бы с удовольствием отдал комп ТАФИ. Ну, понимаете, как бы, проблема в том, что ТАФА, как бы, его сейчас тут нет. А мне приходится замечать его. Заодно, как бы, сделать вам приятно порассказывать про нами, если у вас есть какие-то вопросы. Но это только в перерывах между играми. Только между играми. Честно, я могу сказать, что... Мне кажется, что карта Тускан, конечно, она не является лучшей командой Арены. Да, которая, как бы, именовалась раньше Спрэн Трэй. Но и литовцы из команды Reset не смогут здесь показать какой-то супер-гипер-класс. Мы все помним, как команда Арены совсем недавно, совсем-совсем недавно выиграла команда Нави. Причем я этот матч смотрел, ну, первую половину самого клуба с Киберспорт Арены. Потом они смогли одолеть команду Мим и ТСМ Гейминг с Данией, что было, как бы, для меня большим сюрпризом. Но я думаю, что, как бы, победа над нами, она дала... Она дала большое им преимущество, большой запал. Но, чего лагает, я думаю, что сейчас это разлагает, это временный, временный вариант, временный эфир. Итак, еще раз говорю, что всем, кто хочет услышать, задать вопросы, пожалуйста, заходим на канал cybern.tv в Мирке. Либо заходим на сайт Нави, там есть отдельная тема, с которой я буду зачитывать полностью комменты. И также буду отвечать на них. Так, 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 мы уже видим, что уже 5 человек команды из команд... 5 человек команды ресет на сервере. Я думаю, что скоро начнется экшн. В Zero Gravity откликнись, мне кто-то пишет. Нет, откликнется не могу. В Мирке я просто там не вопах, потому что я забыл свою авторизацию, свой пароль. И поэтому я буду сейчас сидеть, как вместе с вами, с плюсиком на канале Киберарены. И все. Так, пошли первые рестарты. Первые рестарты. И что же у нас здесь сейчас будет происходить? Как вы видите, ножи, как всегда, на катах. Команда контртервистов сверху всегда имеет преимущество, поэтому терам нужно уходить, конечно же. Неправильно, ни в коем случае оставаться. Вот они зажались, уже плохо. У контров сейчас большое преимущество, видите, они просто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Итак, вверх-вниз. Тоже останется два на два. Три на два. Шара просто не ощущает уже троих. Четверых. Итак, эйс, это будет эйс. Догонять, загонять, загонять его. Есть, да это же эйс. Да, посмотрите, что он делает. Итак, команда... Так, да-да-да-да. Команда арена начинает за дефенс. За дефенс. Моё мнение, конечно, так, что сейчас время агрессивного, интересного контерстрайка. Контролируемая агрессия, она является залогом к успеху. И, конечно же, я хотел бы сейчас увидеть от команды арену интересную игру. Не в плане позиционной, знаете, просто обычный холд. А какой-то определенный, наверное, уровень, скажем так, их подготовки к этому асосу, что будет показано, конечно же, в контролируемой агрессии. Итак, первый раунд. Первый раунд. Посмотрим, что буду делать команды. Я бы на месте контеров просто поджимал бы. Поджимал бы сразу малый дом. Нет, нет, это не первый раунд. Вот первый раунд. Итак, самый основной первый раунд на Тускане, в принципе, это поджимы. Потому что с УСП очень легко стрелять на дальних расстояниях. И, в принципе, вот смотрите, что делает команда. То, что я вам говорил. Просто контролируемая агрессия на карте. Это будет поджим. И трое в доме. Вот сейчас будет петля. Минус первый. Сейчас спины будут убивать, кто идет на Б. Боятся, не идут. Все правильно, в принципе. Сейчас нужно подождать. Понять, куда зашли. Все пробегают на Б. И это будет выбивание плента Б. Насколько нашифрованного на команды арена, мы сейчас увидим. Так, умирает первый человек снизу под бортиком. Второй, третий. Остался один игрок команды Reset. Даг Вау. И... Первый минус. Но... Выше что-то не стреляет. Второй минус. И, конечно же, здесь мало было шансов у человека. Просто ему надавали в лицо. Я, кстати, видел, как Ангел сейчас играет. Он находится в хорошей форме, довольно-таки. Я был очень поражен его игрой. Как бы пару, скажем так, пару игр назад, которые я наблюдал. Итак, второй раунд нашего первого матча на сегодня. Я могу сказать однозначно, что во втором раунде нужно как раз не играть агрессивно. В отличие от первого, играть позиционно. Что и делает команда арены. Но, скорее всего, Аркада Б. Да, Аркада Б в исполнении команды Reset. Хаос принимает Аркаду Б. Посмотрим, что он будет делать. Первый минус от Хаоса. Второй минус от Хаоса. Третий минус. Ему помогает Ангел. Остался один человек на банане, скорее всего. Нет. Залез наверх. Умирает. Какая печаль. Итак, в современном Counter-Strike, конечно же, скорее всего, это будет закупка. Минуточку. Сейчас придется прервать стрим. На секунду.